Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 6. И... У нас компания Инферно на очереди. Вот мы прошли компанию Святилища, компанию Людей, компанию Некромантов. И у нас компания Инферно. Кстати, оказывается, в финальной компании тут, смотрите, тут можно выбрать героев из тех, которыми я прошел. То есть, а я прошел вот... Это у нас шампуряха. Ну, короче, вот это именно мои герои. Вот видите, картинка, да, не такая. Вот тут тоже вот именно этот мужик. И здесь это моя китайская штука была. То есть, вот для чего я создаю, как бы, получается, этих героев, чтобы их выбрать. Ну, то есть, если бы я прошел вот этими, да, то, в принципе, все было бы нормально. Ладно, до финальной нам еще далеко. Вот. Кстати, я даже не знаю, по логике вещей-то надо будет пройти финальную, а потом уже вот эти допы проходить. Это же дополнительные. Они, по-моему, ну, как в дополнениях выходили. Ладно, я пойду по порядку. В любом случае, ангел жгучий страх. Давайте попробуем за демонов, да? Ага, вот нам надо... Что тут есть? О, это ж вот этот портрет, как я себе ставил. Давайте я его и оставлю. Так, демоны, в моем понятии, это все-таки маги. Хм. В моем понятии, это маги с огнем дружащие, естественно, да? А что-то у них тут мастер земли. А, ну это я могу. Ладно, мы возьмем классический. Мы возьмем классический. Блин, я тут столько всяких бонусов. Мастер суккубов. Так, мы возьмем классический бонус для мага. Я думаю, он все-таки самый крутой. Как по мне. Ну, я не знаю, у меня всегда проблемы с маной, поэтому я возьму вот волшебник. Вот, мне вот он больше всего нравится. 40 маны и понеслась. А, имя, имя, имя. Блин, давайте его назовем. А как он у меня там называется? Шашлык на вынос. Ладно, здесь я его назову маринад. Пусть будет маринад. Вот так вот. Не, ладно, восклицательный знак уберем. Будем играть за маринада. Или я уже играл за маринада. А, ладненько. Еще раз. Теперь дьявольский маринад будет. Сложность нормальна. Ну, вроде бы все правильно. Можно начинать. Поехали. Способность династии. Это что такое? И о чем вы мне не пишите? 200 золотых день. Возьмем бабки. Короче, я беру чисто стандартные бонусы. Как-то особо даже... А, ну подождите. А, вот эти я не могу взять. А еще есть какие-нибудь, которые я могу взять? Вот восстановление маны, кстати, тоже неплохой бонус. Ха. Ну, не, в первой, ну ладно. Понеслась. Кстати, а вот почему я только один бонус могу взять? Почему я не могу взять там вот все 4 или 5? Сколько там? Там вот только один плюсик. Мне вот это тоже непонятно. Так, ангел, ангел, жгучий страх. Ну, давайте по... Поехали. Это мы должны были за этого Кирилла играть. Да? А мы маринады сделали. Нормально. Убирайся из моей головы. Нет, это моя жизнь. Он такой сладкий. Можно я откушу кусочек? Хаббелях сказал ясно. Его нельзя трогать. Мы только наблюдаем. Где я, в аду? В аду? Нет, ты в Шио. Это наш дом. Теперь и твой тоже. Отсюда нет выхода. А с открытыми глазами ты еще симпатичнее. Мы присматриваем за тобой по приказу нашего хозяина, Кхаббеляха. Тебя вселили Аскала, потерянного князя разрушения. Проклятая сэна. Нет, не избавиться. Придется с ним смириться. Хозяин не хочет, чтобы он свободно разгуливал в Шио. Спасибо за гостеприимство. Но мне надо идти. Путь наружу существует. И мне нужно кое-кого найти, пока я не воспользовался. Текс. Ну, я так понял, мы... Вообще, нифига я не понял. Да, вот именно так я все объясню. Так, ага, построек тут у нас не густо. Ну, раз построек не густо, наймем, купим себе этих чубздиков. Чубздичек. Кстати, это лучники, да, насколько я помню. Да. Ой, надо напополам разделить. Вот так вот. О, нормально. Это лучники. Стопроцентная дальность ведения огня. А что у них за... А как мне вот их посмотреть? А, вот. Наслаждение больное. В ближнем бою Сукуби получают только 90% урона от ударов. Оставшиеся 10% возвращают нападающим. Ну, понятно, к огню на 20. Я думал, у них вообще иммунитет. Уязвимость к свету. Если заклинания наносят урон живым, на нежители демонов они еще на 20% сильнее. Если исцеляют живых, они наносят урон нежити и демонам. А как вяжется, типа, это демон, и тут же это живое существо? Может быть, исцелено? Написано, заклинания исцеляют живых, они наносят урон нежити и демонам. При этом, может быть, исцелено или воскрешено. Что-то я вот это какая-то лажа. Ну, ладно, потом разберемся. Так, я же в городе ту штуку построил. Ну, поехали. Давайте попробуем. Демоны понимают две вещи. Силу и судьбу. Если у тебя есть одна из них, ты можешь обуздать вторую. Ведомо этой философии, я разрушил небесные города ангелов. Я, Ацкал, князь разрушения, любимец ур-крага и воитель хаоса. Ага. Ты был страшным парнем. Извини, у меня есть дела. Мне не досуг слушать байки о твоих подвигах. Ты знаешь, как добраться до когтя ургаша? Сара упоминала это место. Думаю, она направляется туда. Придется пересечь половину шио и покорить те места, что принадлежали мне когда-то. Я соберу тебе армию. Отдай мне контроль. Я Ацкал. Когда я поймаю Сару, задушу ее. Так, окей. Дойти до когтя. Так, что тут у нас? Ну, я думаю, кстати, по поводу класса тут явно нам на в кровь идти. Всем существам, кроме демонов. Да, Армагеддон однозначно круто. 36% переносится на призванный. А, они ж еще тут это... Они ж там еще как-то призывают. Ну ладно, мы в любом случае пойдем в кровь. Ну, атаковать два чувака. Блин, я хочу переиграть. Мне интересно. Может тут без потерь можно? Блин, а я ж не выучил никаких заклинаний. Ничего, да? А у них 75 хп. А сколько я ударю? Вот, да. А этот потом долбанет, да, мы эту одну приспешницу. Хотя нам, в принципе, повезло. Сколько тут у него осталось? 18? А че у них такая мораль? Таим типа прет так? Че это же за трешак такой был? Не, ну мы без потерь подрались, получается. Прикольно. Так, надо мне изучить этот... Магию, магию, магию. Начнем мы с магии. Явно это будет огонь. И че тут есть за огонь? Огненная стрела, огненный шар, огненный шторм. Так, это что такое? Огненное заклинание героя наносит на 21% больше урона в течение двух ходов. Ага, это типа такой активный баф. Но мы его брать, наверное, не будем. Так, это что такое внутреннее? Инициатива отрядов на 5, а физический урон на 13. А тут на 30%. Длительность 2 хода, восстановление. 3 хода. Но хотя может и можно будет. Ладно, в любом случае этот че огненный щит. Не может. Так, ладно, мы берем, короче, эту огненную стрелу. Однозначно ее. Сколько у нас там маны? 80, нормально. Так, вы, ребят, дружеские. Мы тогда вас зацепим. Конечно, мы вас примем. Блин, только единственное, они... Мне слезы прокачали, но это ерунда. Так, все. Что это за башка? Отдай мне контроль, я твоя судьба. Этого не избежать. Моя что? Не милить и пухи. А, это просто декорация такая башка. Так, эти тоже дружеские, да? Надо тоже принять. Так, кстати, надо же не забывать там строить город. А мы его не можем почему-то строить. Ну ладно, тогда пропущу ход. Так, эти тоже, наверное, дружеские, да, будут? Все эти послушницы так. А, нет, эти ненавидящие. Жаль, конечно. Жаль, что так получилось. Но их тут мало. Давайте попробуем поиграть, может быть, мы. А с хрена ли она первая? А, она загрейженная. Потом вот эта будет ходить. А мы ее там стрелой не убьем. Так, теперь сейчас будет ходить вот эта, да? Блин, ну, потеряли, короче, много. Потом будет ходить пять. Надо стрелять тогда сюда. Да сфига ли это первая ходит? А, может, еще открытие врат можем делать. Кстати, а как оно? Выберите один из своих отрядов, а затем клетку, на которую желаете призвать новый отряд демонов того же типа. Сначала появятся врата, а через один ход из них выйдет призванный отряд. Понятно. Так, сейчас пятерка будет ходить. Блин, все-таки три. Ну, тут не вариант, короче, потерять. Меньше, понятно. Так, а вот эти открытия врат я на самом деле хотел бы почитать. Не, удар героя это все. Можно призвать основную школу изначально магия. А что же делает самое крутое? Сразу же появляются демоны. Ха, круто. Открытие врат 4. Замечательно. Так, чисто. Так, ну, голда с опытом. Хотя, как показала практика, может и... Ну, ладно. Ну, я имею в виду, что у нас там, когда мы за нагов играли, опыта на самом деле немного было. То есть мы, по-моему, на третьей миссии в Кэп так и не дошли. А может и дошли, не знаю. Преследовать тут мы в кровь идем. Отлично. Так, еще один квест. Давайте, наверное, возьмем логистику. Логистика, на самом деле, как мы могли видеть, решает и конкретно решает. Так, атаковать не пойдет. Не хочу я никого терять. Блин, а эти сволочи первые ходят. Вот сволочи. Сколько процентов защиты? Непонятно. Ай. Два существа, три существа. Так, а эти до чего доходят? Доходят, на самом деле. Ладно, одно существо, это уже несущественно. Так, убьют ли они? Этих, соответственно, ну, понятно, не убьют. Вот сейчас вот эти вот. Пока не убили. Замечательно. Так, ну, нам теперь надо, соответственно, этого убрать. Ты, допустим, убей вот этого. Ты пока сделай вейт. Тоже вейт. А, ну все. Ну да, без потерь получилось. Получилось без потерь, нормально. Броньку взяли, замечательно. Но я все-таки буду голду брать, потому как она мне, кажется, больше нужна. Да нам-то тут особо строить. А, во, можно загрейдить их. Слушайте, так это ж прикольно. Сейчас я в замок сгоняю и их там, ну, как бы, загрейжу. Да, сейчас. Так, давайте мы ляп, 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 ляп. Ага. Так, ладненько, купить нельзя. А чем отличаются эти? Атаковать и использовать умения в течение двух ходов. Очарование, прикольно. 80-20 возвращаются, так понятно. Мулканическая природа к огню 20%, уязвимость к свету. Тэкс. Ну и живое существо. Понятно, короче, все тут. Понятно, что ничего не понятно, так. Ладно, загрейдили, лорхиш, незначительный урон, давайте. Блин, я же, кстати, мог на флаг забежать, ну, нафиг не надо. А, на эту я уже заходил, типа, раз в неделю. Так, ну, давайте с лорхишем поговорим. Я слышал, вы намереваетесь покорить сначала Шио, а потом весь мир. Новости быстро разносятся в Шио. Слухи тоже. Я пытаюсь выследить ангела. Твои собаки могут помочь мне. Ну, у меня нет выбора, я хочу идти в кровь. Поэтому, ну, будем, ну, мы демон. Блин, конечно, ну, ладно. Ну, это, конечно, тупизм. А, тут, без вариантов, да, понятно. Сколько, два существа. Давайте убьем один стак. Убили еще один стак. Ну, тут без потерь не вариант. Ургаш возродит его в другом обличии. Может, даже в виде сервера. Это было бы красиво. Нет, он вернется инкубом, и он тебя запомнит. Я смотрю, ты заводишь все больше друзей в Шио. Да, окей. Теперь вы можете набирать адских гонщих. Ага, замечательно. Так, адских гонщих. Ну, тогда я пойду наберу адских гонщих. Блин, вообще, на самом деле, мне бы тут, тут сейчас, мне, наверное, придется построить тогда этих адских гонщих. Но беда в том, что я сейчас не смогу замок построить. Ну, и ладно. Вот, ладненько. Я, пожалуй, тогда на этом первый выпуск закончу. Компании. Слушайте, а я что, вот это не взял? Блин. Я что-то думал, я взял. Там же те присоединились. Вот я лошара. Так, ладно, все, на этом я выпуск заканчиваю. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.